Всем привет! Меня зовут Иван Пышненко, и это проект «Чтоб ты понимал». Сегодня поговорим о мире в эпоху коронавируса, хронологии его появления и мерах господдержки, которые оказываются у нас в стране, чтобы снизить последствия пандемии для всех нас. Давайте начнем разбираться. 1 декабря 2019 года в китайском городе Ухань был зафиксирован первый случай неизвестного типа пневмонии. Зараженные имели отношение к местному рынку животных и морепродуктов. Последний день 2019-го власти Китая отрапортовали во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии. Ее новый тип сначала получил вот такое название. Но с середины февраля 2020-го инфекция именуется новым коронавирусным заболеванием COVID-19. По данным китайских ученых, возбудителем заразы является коронавирус SARS-CoV-2. Он не менее чем на 70% похож на своего собрата SARS-CoV. Последний вызывает тяжелый острый респираторный синдром, он же атипичная пневмония. С ней мир столкнулся в начале 21 века. Инкубационный период перезаражения новым COVID-19 длился от 2 до 20 дней. Через неделю после того, как вирус оказался за пределами Китая, он был уже в 24 странах. 31 января на территории России было выявлено двое больных в Забайкальском крае и Тюменской области, заболевшие граждане Китая. А первого заболевшего россиянина выявили 2 марта. Им оказался мужчина, вернувшийся из Италии. Болезнь протекала в легкой форме. 6 марта он выздоровел. Все. Олимпиаду, Евро, все концерты, премьеры фильмов, экономические форумы, конференции, чемпионаты мира, презентации, Евровидение. Проще сказать, что не отменили. Чемпионат Белоруссии по футболу. Ислач против Смолевича на стадионе «Динамо» в ближайшее воскресенье. Афиша почти как испанское дерби на Сантьяго Бернабео в исполнении, к примеру, Вальедолида и Леванте. 22 января Ухань, как первоисточник заразы, был закрыт на карантин. Вскоре аналогичные ограничения были наложены на соседние города. Уже 30 января ВОЗ начала бить тревогу. Вспышка COVID-19 была признана чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Всемирная организация здравоохранения на сегодняшней сессии, наоборот, снова отказалась объявлять режим чрезвычайной ситуации. Инфекция в мировом масштабе специалисты по-прежнему не понимает, насколько легко инфекция передается от человека к человеку. 11 марта ВОЗ признала, что распространение нового коронавируса обрело характер пандемии. И еще одна новость последнего часа. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Смотри, пандемия – это необычайно сильная эпидемия, которая распространилась на территории стран-континентов. Это высшая степень развития эпидемического процесса. Кстати, часто это понятие путают с термином эпидемия. Для начала расскажу, чем обычное сезонное заболевание отличается от эпидемии. Дело в том, что существует определенный порог. Ну, если в стране или группе стран заболело более 5% населения, то инфекционисты объявляют об эпидемии. Такое бывает часто. Только в этом веке врачи и ученые зафиксировали 67 эпидемий разного характера. Часто вспышки происходят в странах Африки и Азии. Ну, из-за теплого климата и слабой медицины. Идем дальше. Когда болезнь распространяется по всему миру и охватывает как минимум два континента, она становится пандемией. И это куда страшнее, чем локальные вспышки. Заболеть может любой. 13 марта начали ограничивать авиаперевозки. Сначала со странами Европы, а 18 марта Россия закрыла границы на объезд для всех иностранцев и лиц без гражданства. И уже 27 марта отменили вообще все международные рейсы. Кроме чартерных. Ну, чтобы вернуть наших домой. 19 марта по всей стране отменили массовые мероприятия, а вузы и школы перешли на дистанционное обучение. Доброе утро. Кто вошел под юзером? Под юзером. Здравствуйте. Здравствуй, Стас. Кто зашел под юзером? Непонятно. Президент России издал указ, в котором говорилось, что с 30 марта вводится режим нерабочих дней – самоизоляции. Не путайтесь с выходными. Такой режим действовал в стране до 11 мая. В Москве, кстати, он сохраняется вплоть до 31 числа. Государство пообещало, что в этот период с заработниками сохранится зарплата, их не уволят. При этом меры по самоизоляции не распространялись на ряд организаций, включая, разумеется, медицинские и обеспечивающие нас продуктами и товарами первой необходимой. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге были закрыты следующие объекты. Это не полный список, но все равно не успел бы прочитать все. А вот часть объектов, продолживших работать. Думаю, ты понимаешь, что наибольший удар пришелся по гостиницам и предприятиям общественного питания. Конечно, пострадала вся сфера услуг – производство одежды и обуви, деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений. А меньше всего кризис коснулся производства продуктов питания, сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства. Ситуация сложилась беспрецедентная. Еще никогда в современной истории по решению правительств не останавливались целые сектора экономики и не сжимался так сильно до нескольких позиций потребительский спрос. При наиболее благоприятном течении обстоятельств по итогам года нас ждет рост ВВП и повышение реальных зарплат. Курс доллара при этом удержится на уровне 75-80 рублей. Впрочем, вероятность реализации такого сценария аналитики оценивают 15%. Будем держать кулачки. Итак, по порядку. С 12 мая начали работать базовые отрасли экономики. Несмотря на завершение режима ограничения, в стране по-прежнему запрещены массовые мероприятия. И это логично. Для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями сохраняется режим повышенной безопасности. О них нужно позаботиться в первую очередь. Еще президент отметил, что процесс снятия ограничительных мер будет разным в зависимости от региона и эпидемиологической обстановки там. Губернаторы должны разработать свой план выхода из режима ограничений. Мер много, поэтому остановлюсь на самых главных. Во-первых, на каждого ребенка в семье выплатят единоразовые пособия. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком будет повышен в два раза. Семьи, где родители потеряли работу, получат по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Если заебщик оказался в сложной жизненной ситуации или его доход снизился более чем на 30%, можно использовать льготный период до 6 месяцев по ипотечному и потребительскому кредиту. Потом накопившиеся суммы необходимо внести с учетом обновленного графика. Праведливая система, которая даст нам возможность пересобраться. До конца года максимальная сумма выплат для безработных граждан увеличена. Кроме того, существует такое понятие, как региональная компенсация. Это когда каждый субъект России делает свои надбавки. Ну, например, в Москве из-за таких надбавок размер пособия может достигать 19 500 рублей. С 1 апреля до конца года запретили начислять неустойку на задолженность по коммунальным услугам, сносам на капитальный ремонт и платам за вывоз мусора. Конечно, платить за коммуналку все равно будет нужно. Но благодаря запрету сумма долга из-за просрочки не увеличится. Им вернут уплаченные налоги на доход за 2019 год. Это касается Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей. В других регионах самозанятым предоставят сумму в размере одного мрот для уплаты налога в 2020 году. Вообще, правительство обещает сделать много налоговых, финансовых и других льгот для разных категорий граждан. Каких именно, я напишу в описании к этому ролику. Конечно, они не решат абсолютно всех проблем, но и ситуация, в которой оказался сегодня весь мир, не имеет аналогов. Будем надеяться на лучшее, беречь себя и своих близких и смотреть будущее с оптимизмом. А иначе зачем вообще туда смотреть? Меня зовут Иван Пушненко, и я делаю этот влог, чтоб ты понимал. Пока!